Биология 7 класс. Среда обитания и внешнее строение птиц. Внешний облик птиц хорошо отражается на их приспособленности к полету. Как известно, плотность воздуха в 100 раз меньше плотности воды. И для передвижения в этой среде необходимы особые приспособления. Компактное туловище птиц имеет яйцеобразную форму. Легко обтекаемую воздухом при полете. Шея гибкая, тонкая и длинная. При полете птицы вытягивают ее, также обеспечивая лучшую обтекаемость воздушным потоком и уменьшая лобовое сопротивление. Это, кстати, воробей. Зубов у птиц нет. Они исчезли в ходе эволюции. Это позволило снизить массу головы, что важно для полета. На относительно небольшой голове вперед выступает клюв, образованный костыми челюстями, покрытыми роговыми чехлами. Над клювием и под клювием. Клювом птица схватывает пищу. Его форма и строение приспособлены к добыванию и обработке определенной пищи. У основания над клювием расположены ноздри. По бокам головы крупные глаза. Ближе к затылку под перьями скрыты ушные углубления, на дне которых находятся барабанные перепонки. Кожа сухая, лишенная желез. В основании хвоста имеется единственная копчиковая железа. Тело птиц покрыто перьями. Основные перья контурные. Они создают контур тела птицы, внешний абрис. Контурные перья расположены на определенных участках тела, птерилиях. Между ними находятся участки, лишенные контурных перьев, аптерии. Это еще одно приспособление, облегчающее обтекание тела птицы воздушными потоками. Контурные перья черепицы образно налекают друг на друга, защищая тело птицы и уменьшая его сопротивление в воздухе. Каждое контурное перо состоит из твердого рогового стержня и расположенных по его бокам широких мягких упругих опахал. Они образованы параллельно отходящими от стержня тонкими роговыми пластинками, бородками первого порядка. От них отходят бородки второго порядка, имеющие мелкие крючочки. Этими крючочками бородки сцепляются между собой, образуя единую поверхность опахала. Полет обеспечивают контурные перья, находящиеся на крыльях, маховые перья и расположенные на хвосте рулевые перья. У маховых перьев наружное опахало узкое, внутреннее широкое. При подъеме крыла во время полета перья слегка поворачиваются, образуя щели, пропускают воздух и смыкаются вместе в единую летательную поверхность, когда птица опускает крылья. Нижняя сторона стержня пера, которая находится в коже, называется отчином. Маховые перья прикрепляются к кисти, первостепенные, к предплечью, второстепенные и к плечу, третьи степенные. Они создают летательную поверхность крыла. Крупные первостепенные маховые перья, образующие вершину крыла, играют пропеллирующую роль, способствуя движению птицы вперед. Рулевые перья, прикрепленные к копчиковой кости, регулируют направление полета. Рулевые перья мягкого стержня, разбросаны по всему телу птицы. Они выступают над поверхностью контурных перьев и играют важную роль в осязании. В углах рта стрижей, ласточек, козадоев, находятся жесткие щетинковидные перья. Они увеличивают поверхность захвата при ловле насекомых в воздухе. Птицы заботятся о своем оперении, очищают его, смазывают жирным секретом копчиковой железы, предохраняя от намокания. От состояния оперения зависит благополучие птицы, возможность настигнуть добычу, уйти от врага, сохранить тепло и способность к полету. Итак, строение пера, контурное перо, пуховое перо, нитевидное и щетинка. Один-два раза в год птицы линяют, сбрасывая старые перья, на месте которых вырастают новые. У большинства птиц перья сменяются постепенно, но они не теряют способность к полету. У гусей, уток, лебедей маховые перья выпадают одновременно, поэтому птицы на какое-то время теряют способность к полету и держатся в недоступных для хищников местах. При смене оперения птицы затрачивают много энергии и сильно худеют. Перья птиц развиваются из тех же зачатков эпителия, что и чешуи рептилий. А единственное происхождение птичьих перьев и чешуи рептилий свидетельствуют и другие роговые образования птиц. Так, ноги птиц покрыты такими же роговыми щитками, какими покрыто тело ящериц и змей. Иногда при нарушении развития на место отдельных чешуи на ногах появляются перья. Роговые чехлы надклювья и подклювья птиц очень похожи на роговые чехлы, которыми покрыты челюсти черепах. Птицы хорошо приспособлены к полету. Передние конечности превращены в крылья. Тело имеет обтекаемую форму и покрыто перьями, развивающимися из тех же эпителиальных зачатков, что и чешуи рептилий. Основную роль в полете играют маховые и рулевые перья. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания!